потихонечку будем разбираться и так сразу хочу сказать что тот из вас который кто в принципе владеет информацией и ждет ждет в данной ситуации что-то особенного я наверное немножко его расстрою потому что цель данного вебинара будет следующее ну во первых правильно сориентировать как нужно работать с данными потому что к большому моему сожалению ну вот до сих пор приходится возиться приходится исправлять некоторые но я бы сказал неточности работы с данной идеологически неправильной позиции и так далее и так далее поэтому каких-то особых приемов каких-то особых методов еще чего-то здесь продемонстрировано не будет скорее будет сделана попытка направить ваше мышление в нужном направлении для начала опыт подсказывает что данные работа с данной базы данных но люди не всегда даже правильно понимают что такое база данных для чего они нужны как с ними работа и так далее и так далее ну вот кстати говоря обручить эти реальности базы данных на пустом месте никогда не состоится для них всегда есть какое-то основание например делаем базу данных отдела кадра отдел кадров заранее как-то работал делаем базу данных но не знаю склада склад раньше как-то работу сидел старичок у этого старичка сказать была полная информация любой момент можно было зайти сказать иван а вот где у нас личное дело такого соответственно а кто из нас из сотрудников уже пенсионеры и так далее и так далее почему бы и нет зачем вдруг возникла такая необходимость и дело заключается вот в чем ну вот если я просто напросто воспользуюсь вот такой ситуации вот я просто напросто возьму и построю ну вот такой ряд данных вот у меня идет простое удвоение информации за какой-то промежуток время ну тут пока вроде нормально а дальше смотрите что у нас творится и если я на основании этого ну просто напросто возьму и построил то у нас половины информации и возможность не захлебнуться вполне естественно то есть дальше все больше и больше информации а в реальности у нас ситуация следующая у нас не просто в два раза увеличивается объем информации за каждый промежуток времени а у нас еще и промежутки времени уменьшаются каждый раз два раз то есть если в начале по запросу для накопления в два раза больше информации требовалось 50 лет следующий раз 25 и так далее и так далее но заметьте у меня здесь стоял вопрос а в чем разница между базой данных и данным да еще одна позиция на которую тоже наверное стоит обратить внимание заключается вот чем гений правда гений в области маркетинга маркетинг но он гений другой гений области маркетинга сорос он конкретно и четко говорил я говорю ни одну делку не заключаю если у меня по спине мурашки не интуитивный способ обработки информации можно конечно попробовать использовать этот интуитивный способ обработки информации но боюсь что это не наш а вот кстати говоря цифры и график очень очень похожи со всеми отсюда вытекающие а вот данные просто так как вы понимаете вот мы приходим никогда ничего на пустом месте не создается приходим в отдел кадра говорю что у вас есть они выкладывают личный листок по учету данных все прекрасно все великолепно но с этим заработать невозможно данные и информация чем разница между данными информации но есть такое определение информации это данные над которые произвели обработку в результате чего эти данные увеличили свою цену то есть структурированные как вы привыкли это дело всегда структурировать да вот табличка удобно удобный способ хранения но я хочу обратить ваше внимание на следующее посмотрите если мы возьмем офис то в офисе есть по крайней мере три программных продукта которые могут работать с таблицами ворк с таблицами работает и между прочим прошу обратить внимание в ворке есть формулы и можно эти формулы работать неудобные да но они есть excel это вообще таблица но access это база данных чем база данных отличается от просто таблиц или когда надо применять ворк когда надо применять excel тогда надо применять следовательно таблица должна быть красивой excel формула access база данных смотрите себе вот вот обратите внимание вы же так сказать уже видимо раз заинтересовались этой темы этот вопрос поднимался приблизительно так вот принцип что нужно использовать базу данных и чем база данных отличается от таблиц данных она отличается наличием связи между таблицами вот если у нас таблицы и связи между таблицами ну вот поясню это простым простым примером вот у меня отдельно есть таблица которая называется сотрудники отдельно есть таблица которая называет сотрудники ну не знаю там табельный номер фамилии фамилии ну чтобы быстрее имя отчество ну еще какая-то информация вот одна информация вот одна таблица отдельно есть таблица по должностям код должность вот здесь соответственно ну там название а здесь соответственно оклад так для простоты чтобы было возможно и вот мы делаем связь между этими таблицами а именно делаем таблицу приказ здесь у нас дата а здесь у нас кого а здесь у нас куда и вот здесь у нас не просто информация это а кого мы берем и вставляем вот отсюда вот а куда мы берем и вставляем вот отсюда ну куда плохо на какую должность и вот эта таблица по большому счету хранить в себе только информацию о дате и табельный номер и код вот эта таблица это у нас организует связь между вот этой и вот этой таблицей вот это у нас база данных ну для тех кто подзастрял в excel а такое очень часто к сожалению случается я с грузки должен констатировать тот факт что одним из заблуждений связанных с базой данных является использование excel как база данных так вот для тех кто подзастрял в excel и кто делает отделка ну в общем все остальное делает в базе базу данных делает в excel для них следующий критерий первый признак того что стоит работать с базой данных заключается в следующем вы часто используете формулу вот из этого раздела особенно в vpr gpr индекс поиск пос раз и вы достаточно часто вот отсюда с данных используйте проверку данных у вас есть связь между таблицами это первое вторая беда заключается вот что и кстати говоря отсюда следует еще одна неприятность а именно если у вас большой объем данных я не знаю какая добрая душа вот тут в новой версии сделала такой объем нет реально пятьдесят шестьдесят тысяч дальше начинаются проблемы дальше начинает медленно тормозить со всеми вытекающими если у вас большой объем данных то это тоже обратиться к базам данных здесь еще одна как бы я сказал засаду а именно мы привыкли то чем больше денег мы заплатим тем более качественный продукт мы получим здесь такое выражение дешевое хорошим не бывает применительно к базам данных надо чуть-чуть изменить акцент применительно к СУБД мы платим деньги не за то чтобы нам было удобно не за то чтобы нам было комфортно а за то чтобы мы быстро могли обрабатывать большие объемы если вопрос стоит о комфорте то как ни странно самый лучший комфорт дает аксесс это майкрософтовская фишка майкрософт всегда дает удобно и комфортабельно там работать просто одно удовольствие а денег дополнительных не надо он ходит в пакет офис а если мы начинаем платить мы начинаем платить за то чтобы работать быстро с большого объема данных а вовсе не за комфорт поэтому если у вас до миллиона записи до миллион соответствующих таблиц то не ходите никуда остайтесь в аксессе это сэкономит кучу нервов и прочего 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 ну что бывает очень очень часто очень часто встречаешься то люди жалуются вот заплатили такие деньги а более дешевый вариант дает нам больше удобства потому что они за это заплатили но это приблизительно следующая ситуация вот машина формула 1 машина формула 1 она стоит намного больше всяких там ручных сборок и прочего 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 потому что по крайней мере стоит намного больше чем скажем у меня всегда есть с какого-нибудь высокого класса правильно но согласитесь что в формуле 1 ездить по улицам глубоко не комфортно потому что цель другая деньги платятся за скорость и практически один к одному за скорость быстроту обработки и большой объем здесь точно такая же ситуация это вот кстати говоря сильно сбивает сильно путает сильно мешает база данных от просто таблиц данных отличается а объемом то есть если большой объем если больше 50-60 тысяч даже одиночную таблицу конечно же в базе данных надо гнать в наличии в связи между таблицами по большому счету база данных это таблицы и связи между таблицами и если из одной базы данных в другую базу данных таблицы перебросить беспроблемно то связи каждый раз приходится выстраивать заново это тоже создает определенные проблемы второй ответ ответ на второй вопрос в орке таблицы красивые в excel формули а в аксессии если соблюдается вот те два условия о которых я говорил раньше большой объем и соответственно связи причем начальство надо однозначно уговаривать и наконец третья ситуация скажите а у меня объем данных небольшой а связи я могу постараться сделать в excel можно ли вот эту задачу решить в excel можно без проблем можно смотрите вот здесь у меня вот здесь у меня даже вот здесь добавлю еще одну позицию оклад и вот попытаюсь симитировать причем обратите внимание симитировать вот здесь вот ну не знаю табельный номер один два три пусть так он и будет есть вот тоже один два здесь соответственно фамилия ну не знаю там Иванов Петров Сидоров я думаю пока хватит директор зам зав ну так чтобы побыстрее зав ну и здесь соответственно оклад хватит директору давайте даже денежные поставлю маловато маловато ну завтра вот это задача для баз данных можно ли ее решить в excel можно да без проблем инструментов уже выше крыши вот например есть вот такой инструмент на закладочке данных проверка данных список список и в качестве источника указываю Иванов Петров Сидоров и вот здесь я выбираю заметь куда совершенно аналогичная картинка на закладочке данные проверка данных список и здесь я выбираю из вот этой позиции наконец наконец вот здесь вот Петрова на должность директора наконец вот здесь я подтягиваю следующую формулу ВПР он тебе говорил ВПР искомое значение ищу вот этого директора где ищу вот в этой таблице закрепил закрепил какой столбец мне после этого нужен ну это первый это второй как я ищу ложь точное совпадение вот заметьте у меня подтягивает и вроде бы можно вот таким образом делать строить работать и так далее но заметьте еще раз скажу это имитация и имитация никогда ни к чему хорошему не приводила имитация всегда чем-то хуже оригинала чем она хуже оригинала а дело заключается вот для того чтобы правильно сделать базу данных правильно спроектировать правильно ее обработать ведь на самом деле у нас любая таблица абсолютно любая таблица абсолютно любая таблица не может быть основой для нашей базы данных есть теория баз данных для реализационной модели есть теория баз данных которые говорят следующее что прежде чем надо разобраться с этими таблицами чтобы не было никаких проблем надо нормализовать и любой человек который изучает базы данных он понимает и изучает так называемые три нормальные формы а человек который имитировать создание базы данных в экселе он этого не изучает не понимает и собственно говоря вопрос стоит он этот вопрос своими средствами решает зачем найти его баз данных если я в экселе делаю то что нам не нужно к сожалению это так а какие у нас бывают проблемы вот кстати говоря если я вот такую просто таблицу вот такую таблицу нет это не совсем не видно вот такую таблицу где у меня фамилия имя номер группы и специальность буду просто бросать в аксесс базу данных аксесс скажет знаете ребята с моей точки зрения неправильно надо выделить отдельно группу со специальностью эту группу вот таким вот образом почти таким которым я показывал ее подтягивать вот так скажем уже чисто на автомате почему а дело заключается вот что ну во первых если я что-то ввожу руками а если у меня вот здесь группа а потом соответственно специальность это уже не что-то вводить руками нехорошо во вторых есть еще одна неприятная ситуация кстати говоря это уже действительно неоднократно наблюдал на практике требование автоматности очень часто оно при работе в экселе не соблюдается ну что удобно же вот так неудобно потому что отдельно разбить на составляющие плохо или достаточно часто я встречал вот такую беду когда базы данных изо всех сил начинают перерабатывать вот из экселя где-то в конце ближе к середине девяностых и дальше была такая модная тема вот это такую базу из экселя она притормазывает надо перетащить в аксесс в базе данных я спрашиваю а поля у вас какие что за поля ну вот шапки в таблице какие если мне говорят что вот есть такая шапка адрес я сразу тяжело вздыхаю я говорю знаете что это будет стоить не соблюдается требование атомарностью отдельно должна быть позиция тип населенного в community перебуз должна быть позиция названия населенного отдельно должна быть позиция те отдельно должна быть позиция названия улиц ну ладно это кстати говоря иногда еще могут сообразить, но весь фокус заключается в том, что следующее идет вторая нормальная форма, а вторая нормальная форма говорит вот что, вот не надо вот так делать, ну знаете что, вот в этой ситуации, вот в этой ситуации, вот это все избыточно, не надо его здесь, почему, потому что если у нас такая таблица, и мы будем это все вбивать, извините, неправильно, вторая нормальная форма, ну грубо говоря, в переводе на человеческий язык означает следующее, ни, скажем так, ничто руками дважды не вбивается, вот если у меня есть позиция адреса, да я вас уверяю, у меня обязательно возникнет следующая ситуация, у меня будет г точка, г пробел, г большая, г маленькая, город, град и так далее, и так далее, а как же надо сделать, в принципе-то это можно сделать и в экселе, просто людям не приходит такое в голову, отдельная табличка, где было бы написано тип населенного хода, и там прописано город, поселок городского типа, деревня, поселение, и там все позиции забиты, и тогда вот здесь, вот таким же образом можно подтягивать, оттягивать, следующая позиция, название населенного пункта, и слава богу, есть кодификатор, отдельная таблица с кодификатором городов, и тогда нет, Москва с большой, Москва с маленькой, Москва-Москва, отдельная позиция тип улицы, и тогда не сидишь, ломая голову, пытаясь разобраться, это что, это переулок, это проспект, что это такое, и тогда уже вопрос решенный, но если вот это еще сымитировать можно, то требование третьей нормальной формы, которую можно перевести, ну скажем, приблизительно следующим образом, и опять же разбираются вопросы, вот здесь у меня связь, вот она. А теперь произошла следующая ситуация, госпожа Сидорова принесла мне бумагу, и написано, что она уже не Сидорова, она уже Иванова, вот в этой таблице Сидорова на Иванову ее поменять должен, согласны? А вот в этой таблице Сидорова на Иванову, должна меняться или должна? Приказа? Нет, уже Иванова нет. Дальше пришли нам и сказали, знаете что, вот у вас дир, директор, нельзя так, нельзя сокращение, надо, чтобы было директор. То есть вот здесь в приказе ошибка, вот здесь она должна поменяться? Вот, вот это обеспечить такими средствами достаточно сложно. И еще один, а в базах данных есть соответствующий инструмент, который говорит, мне каскадное обновление, или дальше, вот Сидорова была, теперь ее нет, нет, я ее отсюда убрал. Отсюда она должна убираться или нет? А это в базах данных называется каскадное обновление, каскадное удаление и специальные средства. А здесь у меня имитация. Со всеми, видите ли, неприятностями, связанными с этим. А там, я бы сказал, чтобы обеспечить каскадное удаление, каскадное обновление. Ну и, наконец, еще одна неприятность. По большому счету, в базах данных я связываю не вот это название директора, а вот это так называемое ключевое поле. Вот это и вот это ключевое поле. Единственное, которое позволит нам однозначно идентифицировать. Почему удобнее связывать по ключевому полю, а проще. Не надо искать, не надо копаться, не надо перебирать. С числами-то быстрее работать. Если у нас большие объемы, экономия будет существенная. Именно поэтому в Excel только имитация, ничего больше. Именно поэтому нужно использовать конкретный, соответствующий инструмент. Но возникает в данной ситуации вопрос следующего плана. Хорошо. Вы начальству говорили. Вы изучили базы данных. Вы правильно разобрались, какой инструмент вам нужно использовать. Скажем, для удобства это аксесс. Но данные обрабатывать где-то надо. А обработка данных это задача для кого? Ну, сбор статистики, построение диаграммы, прочее, прочее, прочее. Это задача базы данных? Нет, это задача Excel. Согласна? Следовательно. Надо как-то информацию из базы данных в Excel. И вот здесь еще одна беда. То есть я сосредоточился на основных проблемах работы с базами данных в большинстве организаций. Заключается оно следующее. Жуткое и страшное слово. Выгрузка. Каждый раз, когда слышу это слово, мне начинает колотить. Потому что это неправильно. Почему неправильно выгрузка? Ну, во-первых, выгрузка неправильна. Исходя из того, что, как правило, выгрузка идет следующим образом. Мне нужны данные. Я пишу письмо информационной отделки. Или звоню. Говорю, мне нужно то-то, то-то и то-то. Стык между двумя людьми. Всегда есть возможность конфликта. Кто отвечает за то, что выгруза не обновлена? Второе. Данные изменились. Выгрузку надо обновить. Кто ответит за то, что выгрузка не обновлена? И, наконец, третье. Выгрузка. Это копия. Наличие копий – это не всегда хорошо. Это не всегда хорошо. Как же быть? Ну, часто мне говорят следующее. Да, вы абсолютно правы, Алексей Михайлович. Но политика безопасности нашей фирмы не позволяет кого угодно допускать базу данных и необходимость выгрузки оправдывается политикой безопасности. Я, конечно, понимаю, что мои коллеги сис-админы сейчас дружно начнут меня бить. Но такой ответ говорит только о том, что сис-админы и администраторы базы данных, ну, скажем так, или получают слишком мало за свою работу, или получают лишние деньги за свою работу. Ведь к выгрузке у вас доступ есть? Есть. Значит, извините, разграничьте полномочия. Дайте мне доступ только к той части базы данных, с которой я уберу соответствующую информацию. Вот и все. Это тяжело, это сложно. Но если сис-админу, администратору базы данных, где они плавят, если он соглашается за них работать, пусть работают. Поэтому, коллеги, не обижайтесь на меня, просто объясните начальству, что вы сможете это сделать, если вам за это, ну, и так далее. А как же надо поступать? А поступать надо следующим моблином, надо не выгружать, надо подключаться. Как подключаться? А вот посмотрите, я даже, нет, это я даже, наверное, закрою. Это я тоже пока сверну. А покажу вам вот какую ситуацию, посмотрите. Это я уже потихонечку занимаюсь еще и маленькой-маленькой рекламкой. Ну, а что поделать? Реклама тоже необходимая составляющая. Я просто говорю, что у нас есть отдельно кольца по аксессу, отдельно кольца по базам данных. У вас в данном громадное количество кольцев. И у меня к вам будет единственная просьба. Если вы придете к нам, точнее, когда вы придете к нам заниматься базами данных, где у нас наш специалист, пожалуйста, подойдите сначала к вашему сис-админу. Покажите все возможные варианты, чтобы не было впустую. Тот же самый SQL. Смотрите, сколько у нас вариантов. Точно разберитесь, какой SQL вам нужен, что у вас установлено. Тот же самый Python, Oracle, 1S и так далее, и так далее. Правда, вот по 1S сразу скажу. Вот, скажем, выгрузка оправдана в случае 1S. Здесь, ну, дело не в том. Итак, посмотрите, сколько у нас разных вариантов. Лучше точно выбрать, какой вариант. Так вот, 1S, да. Вот в этом случае 1S выгрузка оправдана. Здесь честно сразу сознать, потому что подключиться к 1S нормально можно, но реально это очень геморрой. Это не таким образом что-то себе защищает. Это да. Во всех остальных случаях, смотрите, на закладочке данные есть позиция внешних данных. Здесь есть, но это не что иное, как копии, а вот здесь соответствующие позиции. Если у вас сервер SQL, пожалуйста. А если у вас, но, еще жива, вот такая штука. А вот здесь все делается, ну, просто без проблем. Смотрите, вот здесь я могу подключиться к DBASE, к Excel-овскому файлу, если информация хранится и в Excel, к XS-овскому. Тогда я использую сводную таблицу для обработки данных. А выберу внешний источник данных, а выберу подключение. И здесь вот у меня уже нормальный человеческий вариант. Здесь я могу работать, заметьте, с любым источником данных. Аксесс, Excel, со всем можно работать. Итак, еще разочень, смотрите, что я делаю. Я вот здесь, когда я работаю со сводной таблицей, выбираю внешний источник. И вот здесь выбрать подключение, найти другое, я могу подключиться к любым данным. Заметьте, это подключение. Это подключение. Кстати, сразу же тогда покажу вам немножко другую позицию. Вот я взял учебный куб. Размер учебного куба 5 метров. 5 метров, видите? Данная работа специалиста за целый год. Теперь, ну не знаю, вот я хочу посчитать, сколько академических часов. По времени занятий. Ну а здесь, скажем, как они были. Как они были, ну скажем, как они были по типу занятий. Смотрите, информация за целый год. Та информация 5 метров. 5. Вопрос. Вот этот файл сколько? А вот смотрите, вот я его сохранил. Смотрите, какая красота. Подключение. Никаких проблем. Разные способы, но вот это именно подключение. Здесь очень удобно, экономично обработали данных в соответствующие позиции. То есть, возвращаясь сюда, выгрузка. Ну а если вы работаете не с Excel, а есть прелестная вещь. Так называемая SQL, язык запросов. Универсальный для всех баз данных, по крайней мере, первоначально понимался. Но, к сожалению, к сожалению, в некоторых позициях теперь пошли различия. Поэтому даже по тому же самому SQL, если вы, соответственно, придете, посмотрите, вот у нас есть отдельный SQL сервер, MySQL, еще SQL и так далее. Тогда на сегодня все. Надеюсь, что направил мысли в нужном направлении.